которые там в виде инъекций или капельниц вводят, свечи какие-нибудь там есть, которые в разных местах, есть таблетки, порошки, там микстуры, и есть такая лекарственная форма, называется леденец, и мы их видим в аптеках, пожалуйста, вон их, по-моему, на травах леденцов, правда, они все в основном для лечения в море, то есть это нормально, совершенно спокойно. И вот хочу сказать, что в нашем случае это вообще единственная возможная форма. Почему? Потому что самый эффективный способ доставки лекарств в организм, это, конечно, уколы делать. Вот в кровь сразу прямиком все пошло замечательно. Если мы глотаем таблетки, то там очень низкая доступность, так называемая, очень много разрушается, сейчас вот их стали в эти желатиновые капсулы запаковывать, чтобы они хотя бы там, желудки не разрушились. Вот. А есть еще способ доставки вот лекарственной чистой, а так вот через слизистую, чтобы всосалось. Дело в том, что по сравнению вот с этими инъекциями, по сравнению с уколами, ну, всего-то на 15% похуже всосанность. Вот все. И все это давно знают. И валидон под языком рассасывают, и глицин рассасывают, и маленьким детям, которые таблетки глотать не могут, им микроклизмочки с лекарствами делают пол. Потому что вот есть два действительно доступных места, где вот слизистый есть доступ. Это через рот или через труп. И вот через рот это вообще шикарно, потому что здесь за 15 минут вот вся кровь успевает пройти через язык. Это вообще мне потрясающая эффективность. И вот мы должны взять это дрожжей, положить его под язык. И долго держать, что-то постепенно, вот там минута за минутой, секунда за секунду, но потихонечку, все время растворялось и тут же прям проникало в кровь. И вот я хочу вас всех спросить, вот в каком бы виде вы хотели положить себе в рот лекарство, если знаете, что его и глотать нельзя, и выплюнуть нельзя. А надо долго-долго держать. Вот в каком бы виде предпочли получить вот эти вещества? Ну, вы понимаете, что это вообще-то на самом деле единственная возможная форма для нашего подхода. В виде дрожжей. В виде дрожжей. Причем, чтобы это было сладко. Причем они не на сахаре делаются, а на патоке. Эта патока, это при, когда на сахарных заводах изготавливают сахар, вот из сиропа, вот сахароз вот эту рафинированную вытаскивают, а сироп сладкий остается. Там еще очень много разных сахаров, на самом деле много разных. Причем это, как сказать, у них у каждого своя эффективность. У них там еще большое количество полезных свойств этих сахаров. И, главное, диабетиками они не опасны, это не глюкоза. Вот, поэтому еще говорят, что чем более рафинированный продукт, чем более он очищенный, это хуже воспринимается организм. А если это природное вещество, вот это вот, вытяжка из свекольного сока, это все замечательно. Поэтому я хочу сказать, дрожжи – это гениально. Вот в нашем случае это вообще единственная, возможная форма, которая здесь применима. Особенно, если вспомнить про детей. Вот. И вообще, наверное, это мечта каждого ребенка – лечиться конкретно. Серия Аккумулит Эссей. Быстро, эффективно и со вкусом. Измените мир, не изменяя себе. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!